Меня зовут Сэра Куни, я являюсь консультантом по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Рядом со мной сидят известные врачи, которые посвятили свою жизнь вопросам изучения и использованию вредных веществ и снижению вреда. Я хотела бы передать слово ключевым нашим докладчикам. Концепция профилактического снижения вреда появилась не так давно, и в результате в 2019 году в Рио Сэмите была дана концепция определения этому процессу, и теперь она широко используется разными странами в зависимости от их возможностей. То, что у нас нет достаточно доказательств, исследований, тем не менее мы не должны использовать это и делать оговорки на то, что мы не можем оказать влияние на снижение вреда для окружающей среды. И, соответственно, мы можем повлиять на наши значительные риски и для человека, и для окружающей среды. И вот это предупреждение только один из элементов, которые лицепринимающие решения должны рассматривать. Конечно, мы не должны говорить, что раз риска нет, или мы его не знаем, мы не должны ничего делать. Мы должны проводить оценки таких рисков, представлять результаты их лицепринимающих решений и интегрировать другие факторы, когда такие решения принимаются. И агентства, ведомства в области здравоохранения Великобритании говорят о том, как вести работу в этом направлении. Их также беспокоят электронные сигареты, они проводят оценку, свидетельств, доказательства и делают наиболее возможные допущения, что, например, курение вейпов на 95% более безопасно по сравнению с никотинными продуктами. И сейчас я буду очень рада представить вам Гарета Макговорна, и он представит более детальную информацию. Он учился в колледже в Дублине и с 95-го года уже работает в области заместительной терапири, когда появились программы по заместительной терапири, методонам. И недавно он был назначен клиническим специалистом по снижению вреда. Я очень рада передать слово ему. Спасибо большое, Сара, за такое представление. Хотел бы всех поприветствовать. Хотел бы поблагодарить всех организаторов Cherry Party, Джесс, а также Алекса, Сару, что действительно было очень полезно в подготовке этой презентации. У меня есть несколько слайдов, и я должен заранее вам признаться. Я иногда сам учусь в подготовке этих презентаций, потому что хочется включить очень много, но мне надо уложиться в 25 минут. Я постараюсь сделать это, если смогу, конечно. Ну и, пожалуйста, дайте мне знать, когда время будет истекать. Хорошо. Конфликт интересов не декларирован, но у меня, в принципе, нет никаких связей с какими деорганизациями. Единственное, в отношении использования вейпинга, мы знаем, что доказательства становятся все более и более убедительными в отношении эффективности этих продуктов. Я обвинюсь дальше. Пожалуйста, вот обратите внимание на это. Это мое собственное определение. В чем заключается принцип предосторожности в этом случае, если вы ненавидите продукт настолько сильно, в данном случае электронные сигареты, что лжете общество, особенно курильщикам, предполагаем вреде этого продукта. И делаете вид, что собираетесь вложить кучу денег в его исследование, чтобы изучить его положительные отрицательные цели. То есть о чем этот принцип предосторожности? По сути, это ничего не делание, просто создание паники и влияние на людей, которые курят, в частности, и пытаются бросить курить. И в это же время также нет никакой оговорки для того, чтобы не двигаться в направлении изучения этого вопроса. Это очень сложно, как привычка. И получается, что многие курильщики, многие люди пытаются бросить курить, и это у них не получается. Таким образом, они заключены в тюрьму свои привычки. И если мы хотим действительно бороться на глобальном уровне с болезнями, вызываемыми табаком, то мы должны ухватиться за электронные сигареты. На самом деле, мы видим, что идет война, и мы по мере продвижения по презентации поговорим об этом чуть подробнее. Также говорится о том, что представляет собой принцип предосторожности. Я не буду останавливаться на этом. И несколько раз на прошлой неделе я изучал литературу. Что-то вызывает улыбку из этой ноты. В чем заключается научное определение? Я не уверена, что оно такое же точное, как и мое, но это мое личное мнение. Когда деятельность создает угрозу причинения вреда человеку или окружающей среде, следует принимать меры предосторожности, даже если некоторые причины следственной связи не полностью установлены научно. То есть, это касается электронных сигарет, которые, как говорят, снижают такой вред. И при этом, в этом контексте, сторонники и те люди, которые используют эти сигареты, они общественность должны нести на себе бремя доказывания, что это не так. И процесс применения принципа предосторожности должен быть открытым, и это, подчеркиваю, информированным, демократичным, и должен включать потенциально затрагиваемые стороны. Но этого не происходит сейчас в Ирландии, хотя были обсуждения по поводу электронных сигарет, но об этом ничего не говорили потребителям. Также мы не знаем полного диапазона альтернатив, а одна из таких альтернатив — это вообще ничего не делать. И принцип предосторожности, вот здесь представлены примеры, их очень много, я не буду останавливаться на всех них, но выделил некоторый жирным шрифтом здесь, это те области, где используется принцип предосторожности, с которыми я, по крайней мере, знаком. И у меня есть определенный опыт в этой области, но есть еще много других областей. Самый последний, например, пандемия COVID, планирование и политика донорства крови. И то, что выплывает на поверхность, это очень чувствительные вопросы, и мы должны убедиться, что мы не наносим вреда никому. И вот этот принцип предосторожности означает, что может быть совершенно возможно реально следовать таким принципам для того, чтобы действительно не нанести больше вреда. И вот электронные сигареты — как раз то, с этим можно продолжать зайти. Что касается запрета психоактивных препаратов, есть много конвенций на наркотических средствах в 1961-м, а потом война с наркотиком, объявленная Никсоном в 1975-м году. Конвенция ООН на психотропных веществах 1971-го года. И, как обычно, все это направлено, например, на борьбу с нелегальным оборотом наркотиков, контрабандой. И когда последствия становятся непреднамеренными, мы через несколько десятилетий только узнаем, какие же последствия. И, оказывается, они были непреднамеренными. То есть очень трудно узнать, какие последствия могут возникнуть. Я не буду останавливаться на всех слайдах. Вы можете их попозже сами посмотреть. Хотел остановиться на некоторых примерах. Героин впервые появился на незаконном рынке Ирландии где-то в 1979-м году. В течение 10 лет, 15 лет мы не видели никакого вреда. Они считали, что это ужасно, что это, например, якобы воздействует на организированные сообщества. Ну, кстати, как раз в Нью-Йорке, в Штатах, как раз разрабатывалась концепция метадоново-заместительной терапии, раздавали шприцы, иглы. Но в Ирландии говорят, нет, 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 вы не можете заменить одну подверженность риску другой. Ну, и это потом сопал с появлением вируса. И у политики, у них создалось впечатление, что, ой, хорошие люди могут попасть под раздачу. Да, это было как бы преступлением, и они начали уже думать, что может, что-то надо уже делать в этом отношении. Уже в 92-м году, я думаю, это уже было с опозданием на 15 лет, они сказали, хорошо, давайте перейдем на метадоновую терапию. И в 92-м году они были так широко доступны. И потом мы начали делать то, что мы должны были делать еще 15 лет назад. Мы разработали принципы предосторожности, которые бы учитывали важность жизни и насколько это обходится. И идея, что мы сейчас это делаем и как мы это делаем, недостаточно хорошо. И война с наркотиками. Я хотел бы, чтобы он ушел со своего посаду до того, как он сделал это выступление, потому что это действительно было большим бедствием. Я не знаю, что люди обычно делают, люди, когда ведут войну с наркотиками, и каждый знает, что на самом деле не снизят никакого вреда от наркотических веществ, например. Что нет достаточного адекватного контроля, нет информации о дозах, нет никаких рекомендаций. Поэтому совершенно непредсказуемо, что может произойти. И вот здесь представлен еще один пример, вы можете посмотреть, что в Ирландии очень тоже большое противостояние, точно так же, как было в отношении электронных сигарет, и медицинский каннабис, его использование оправдывается людьми, которые работают в области, и что он должен использоваться только для медицинских целей. И они хотят, это действительно очень хорошие политики, здесь тоже четыре примера приведено, они говорят о возможности доступа к каннабису для медицинских целей. И это как бы аналогично тому, как это осуществляется в Австралии, когда каннабис выписывают по рецептам, но в результате этого никто не может получить, даже кому это нужно. То есть нет хорошей системы распределения, и об этом вчера говорили, что если кто-то не согласен с какими-то там аспектами, то он, соответственно, может даже не получить такой рецепт. И далее есть только три условия, которые могут использоваться для того, чтобы выписали каннабис. Это действительно ужасные такие условия. И если послушать человеческие истории, то они стоят сотни-сотни страниц исследований. Если вы прочитаете такую историю, вы поймете, что это именно тот катализатор, который как бы раскроет вам истинную суть вопроса. И человек, который, например, страдает в результате химиотерапии, рака, хронические боли, то это является наиболее традиционной формой лечения. И также взрослые, которые страдают от хронических заболеваний. То есть можно сказать, что в этом случае совершенно несерьезное отношение к доказательствам, свидетелям. Они говорят, нам надо еще больше исследований, но мы видим, что обычные исследования проводятся очень редко. То есть обычная ситуация. И оппоненты вот этой теории, они могут сказать, что медицинский каннабис очень вредный, и, соответственно, его могут использовать для рекреационных целей, а не для облегчения боли. И что это тоже также может затрагивать и детей. Им все равно. Им все равно. Можно произойти с этим медицинским каннабисом, что это не может быть... не будет в этом медицинском каннабисе. Снижение вреда, но давайте, я предполагаю, что в какой-то степени связано. Кейс был, который учебные в Германии, они в странах, то есть и беременным женщинам. И, конечно, вот эти генетически моделицированные микроорганизмы сказали, нет, это не будет безопасно. И, конечно, государство регулировало очень многое. Да, вылезло наружу, и что произошло? И много лет назад, то есть, вот, например, с мерами по снижению вреда, то есть это случилось. То есть, то есть, просто факт всегда выигрывает. То есть, это такой месседж, такая интересная. То есть, я так понимаю, мы выигрываем это. То есть, многие люди пессимистично были настроены. За то, чтобы за достижение как бы здравого смысла, чтобы здравый смысл выиграл. То есть, это очень важно. Как я уже сказала, в конце параллель такая с электронными светами, то есть, поражает. Это она настолько, все время, вот эти меры предосторожности, предосторожности. Нам нужны какие-то факты, которые как бы будут подкрепляться. То есть, исследователи были разные, которые показаны и положительные, и отрицательные. Но все-таки нужно с фактами как-то дружить. То есть, это то, что мы делаем. Ну, вот шведский философ, может быть, Швеция. Очень интересно. Это тоже связано с опасностью вот этих чрезмерного использования принципов предосторожности. Когда, собственно говоря, у нас есть какие-то... Многие люди, например, считают, что... Мы знаем, что курение приносит смерть, электронные сигареты не привозят к смерти. Может, конечно, какой-то вред приносит. Мы посмотрим, мы увидим, может быть... Но сейчас уже 20 лет, пока что мы не видели этого вреда. И поэтому риски, когда знают, и они должны быть свешены, то есть, нужно открыто говорить о потенциальных рисках. То есть, что меня поражает здесь, это, конечно, вот эта поляризация как бы в дебатах. И есть очень много нечестности. То есть, если говорить, что весь мир вот исследований, он как бы вот говорят об этом. И на это думает, и их можно простить. Вообще, можно ли доверять этим исследованиям? То есть, публикуются очень много разных исследований. Мы знаем, что они всегда не так бы надежные, особенно влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы знаем, что... Какой-то разный... Какие-то вырезки из новостей, какие-то сенсации, которые там публикуются. Они рецензируются, эти исследования, потому что очень часто, они просто имеют надежность. Они ненадежны, и каждый раз, который пишет исследования по электронным сигаретам для исследований, например, по электронным сигаретам 20, надежных исследований, они никогда не попали никуда в средства массовой информации. Да, это прям такие истории, когда 20... Какие-то хорошие исследования не попадают никогда в заголовки статей. Я за столом. Очень врачи и эпидемиологи. Это политики... Хорошие мальчики сидят за столом и принимают решения за всех. У нас таких очень много. Отсудить риск, но они ничего не делают. То есть... Это идеальное, рандомизированные, контролируемые исследования. То есть... Это... Снижение вреда. Доктор Нюк, он известен. Он недавно умер, в этом году. Такой активист по снижению вреда. Мы его будем помнить очень хорошо. Замечательный человек. Здравомыслящий человек. Очень жаль. Я не знал, что он болен. Ушел. Честь сделал. Замечательный человек. Им была сделана оценка, что... И такая фраза, которая приписывается ему. Ну-ка. Относительный вред. Наши оппоненты не любят говорить об относительном вреде. Они говорят об абсолютном вреде. Как будто бы... Как будто бы никогда курение не существовало. Как будто они первый раз появились на рынке. Учу каким-то элементарным базовым вещам. Конечно, мы знаем, что такое такие литературные сферы. Мы знаем, какие факты. Мы говорили с Алексом. Что нам не надо было там, сколько, 50 лет для этого. Ну, конечно. Наши оппоненты и... Говорят, что у них замечательный... Я не думаю, что они вообще понимают, что такое снижение вреда. Скиптицизм такой. Я встречалась в Дублине вот и в этом году, по-моему. Почему это скептицизм? Это невежество? Или это защита интересов? Или это из-за какой-то или какая-то укреплённая система убеждений? Или потому что электронные сигареты имитируют курение, выделяют облакопару? Или беспокоятся, что это организация по борьбе против табака за свою культурную? Или, может быть, когда-нибудь узнаем, или вообще какую-нибудь причину было бы узнать. Интересно, что люди думают во время, когда мы будем обсуждения проводить. Ну, и вот молодёжь когда, да, или несовершеннолетние. Лончный бейкер. Это вот... Что и с каннабисом. То есть мы не можем это легализовать, потому что нужно думать о детях, потому что... И это такая мощная практика убеждения, которая... Это как бы, you know, it appeals to parents, and particularly the non-smoking... The reason I differentiate that is, is that if there's a smoke... Он говорит, потому что здесь, как бы, если есть курящие в доме, которые используют электронные сигареты, а чуи, он говорит, например, там, какие-то маркеры каких-то продолжительных заболеваний, если они их снижают, и более здоровые становятся, электронные сигареты, подростки, по сути, являются случайным революмом. И, может быть, если честно, эмоции всегда превыше доказательств. Какой-то фактор приводит, что люди злятся просто над себя, и они не хотят разговаривать. Я знаю, что группы, которые вот очень быстро злятся и сразу... И просто тебя не любят. Но здесь... И это кое-какого оборота. То есть я смотрю ерунду, которую они говорят, я смотрю, но это не имеет смысла. Я смотрю на эти интервью, и я просто хочу, чтобы они сказали, что безопасно, чем курение. И когда уже это делали, я думаю, замечательно. Потому что я понимаю, когда люди слушают радио, ну, мышляю, может быть, я бросил бы курить, да, я вам не знаю, ну, вот эти электронные сигареты. То есть в этом проблема. То есть это вот такая другая сторона, вот как бы... Когда они пытались очень много попробовать все, и в клиниках как-то еще, и ничего не работало. Они никак не могли просто... Затем они слышат, например, кто-то по радио говорит, и кто-то такой с хорошей репутацией говорит, знаете, может быть, лучше вам ровно сигареты, чем курить. И они не столько людей используют эти сигареты по сравнению с теми, кто использует эти электронные сигареты для того, чтобы бросить курить. Может, это кому-то не понравится. Я, например, буду делать, что я, вообще буду делать, ну... То есть самая плохая, боится, то есть есть аллергия, аллергия на Канадас. Ну... То есть... Заголовки, да, то есть никогда не будет такого-то заголовка, что я, например, бросил, бросил курить, я курил две пачки сигарет, перешел на электронные сигареты, и у меня жизнь стала лучше. Контрольный табако очень негативно относится к электронным сигаретам, то есть можете бросить, но бросайте только так, как мы вам говорили. Может быть, электронные сигареты, но это вообще внизу списка приоритетов, то есть мы вам не рекомендуем. В моей стране у них... Там, где я работаю, если пойдете на веб-сайт, то есть там какой-то очень маленький этот пункт, то есть, как это я вот жал, там написано, и не говорят, что мы рекомендуем электронные сигареты, потому что нету достаточно данных, не знаем, то есть ужасный совет. И мы называем это такие вот очень влиятельные люди, которые просто ненавидят эти электронные сигареты, вверху как бы пирамиды, но они весь как бы этот самый процесс контроля табака ставят под угрозу, потому что что произойдет? Если что-то успешное у них будет, и электронные сигареты будут... Забросили курить, то есть очень неплохо, и все. А по Кохрейн-обзор, то есть и у спец методов, то есть... Я не хочу никакие имена. Да, это проблема последнего слова, мне нужно было сказать. Все скорую помощь, это моральная паника, то есть все боятся, что мы сейчас умрем, кровать молодежь. То есть тот вред, которому здоровье населения, эти люди должны продвигаться и улучшать здоровье людей, а это происходит наоборот. И вот, опять же, сенсации, вот эти моральная паника, и они согласны с этим, потому что... Отрицательные. Это ужасно. Это вот отрицание, снижение вреда. Снижение вреда... Многое о состоянии медицине, которые мы не сможем вылечить. Все, что мы можем предоставить, это профилактика и распознавать симптоматику. И если мы будем отрицать снижение вреда, конечно, это будет... Это усложнит нашу жизнь. Когда мы говорим про обычные сигареты, обычные сигареты оснащены вот такими фильтрами, что как бы... Доставку... Что может обеспечить фильтр при доставке никотина? Ну, например, вот такое объявление запрещается курить, включая вейпинг и электронные сигареты. То есть здесь написано, включая вейпинг и электронные сигареты. Это совершенно разные вещи, но никому это неинтересно. Четыре из десяти курящих ложно верят, что вейпинг – это более вредно, чем курение. И я провел интервью очень знаменитых специалистов. Все время, которое мы проработали в больнице как врач общей практики, я не... Я просто шутя говорил, то есть один только эпизод в Колумбии, когда человек умер от передозировки никотином, но я никогда не слышал, чтобы никотин вызывал онкологию легких, онкологические заболевания легких или какие-то еще заболевания. Я не видел таких случаев. И специалисты говорят, что... Они не слышат слова никотин, они столько слышат слова курить, курение. И, конечно же, никотин является частью продуктов, которые употребляют люди, у которых зависимость от никотина. Вот здесь вот еще одна... в Соединенных Штатах это вот информация для того, чтобы людей демотивировать от курения электронных сигарет, сигарет. И люди думают, ошибочно полагают, что никотин и есть основная проблема, а остальное это безвредно. вот Майкл Рассел, это вот люди курят из-за никотина, но умирают из-за других болезней. Мы говорили про войну в отношении никотина, но когда мы принимаем какую-то политику, это политика в основном касается наркотиков. И мы говорили про никотин в прошлом году, люди высказывались о том, что им никотин помогает. Мы знаем, что с точки зрения, что сигарет... И, конечно же, наши оппоненты очень информированы о вреде курения. Но электронные сигареты это своего рода симуляция курения, табакокурения. Как я до этого говорил на последнем слайде, никотин очень нулевой почти риск, нулевой риск зависимости вызывает. И когда табачная индустрия внедрила электронный сигарет или вейпинг, одна из пропаганды направлена на то, чтобы... Это руководитель Всемирной организации здравоохранения. Это достаточно влиятельно, авторитетное лицо. И они... Это... Что они пытаются продавать электронные сигареты как часть снижения вреда. Это неверно. И здесь они говорят о том, что они полностью... А, не признают электронные сигареты. И я просто хотел отметить несколько моментов. Конечно же, принцип предосторожности, призван защитить население от вреда. Этот принцип кажется разумным. Но мы должны... Мы должны понимать, что было в истории, что было в прошлом. И этот принцип... Если декаду за декадой мы будем придерживаться этого принципа, тогда, конечно, будут очень нежелательные последствия, непредвиденные последствия. Существует множество примеров общественного здравоохранения, где такой осторожный подход привел к ненужному вреду и очень высокому уровню смертности. Мы знаем все эти последствия. Где-то 8% людей получают электронные сигареты по рецептурному отпуску в Дублине. Мы сейчас продвигаем совершенно разрушительную политику. Есть, конечно же, запретные меры в отношении одноразовых сигарет. И в Ирландии у нас... Я, возможно, представляю только один голос тех специалистов, которые продвигают информацию в защиту электронных сигарет. И... ВОЗ, конечно, оказывает неоднозначную позицию в отношении электронных сигарет. Я не знаю, почему. На предыдущем слайде было ВОЗ и почему. То есть по-английски who and why. То есть почему мы должны защищать сообщество от электронных сигарет, доказательство вреда, которого почти нет. Почему мы это делаем? Вот я задаюсь этим вопросом. Спасибо большое, Гаррит, за эту развернутую презентацию. И сейчас слово передаем Алексу Водеку. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое организаторам за то, что пригласили для того, чтобы я выступил по этой теме. Конечно же, у меня есть вопрос, который я хотел бы вам задать. Первый вопрос. Что такое принцип предосторожности? На самом деле, что это означает? То есть терминология, то есть почему наши оппоненты в отношении снижения вреда от табака придерживаются принципа предосторожности? предосторожности? И почему они не используют фактические данные в отношении принципа предосторожней? Является ли движение по контролю от табакокурения? Насколько оно является уникальным? и я бы хотел призвать к интерактивному участию нашей аудитории. Давайте рассмотрим первый вопрос. Первый вопрос. Я, конечно же, уверен, что я не один и что в отношении принципа предосторожней, что это на самом деле черт возьми значит. я до сих пор не знаю. Я считаю что-то, но материалы, и я не вижу ничего значительного, ничего существенного. Когда мы принимаем новую политику или продолжаем реализовывать предыдущую политику, есть ли потенциальные выгоды, есть ли анализ затрат и преимуществ, конечно же, мы должны руководствоваться здравым смыслом. это не принципы должны нам говорить, а мы должны руководствоваться здравым смыслом. и я я нахожу это определение очень скользким, очень расплывчатым и не вижу никакой такой значимости в этом термина. То есть наши друзья, наши оппоненты по контролю табакокурения и снижению вреда, они почему они начали эту работу и решили больше этим не заниматься несколько лет назад. Возможно, они хотят отсрочить это обсуждение. Это своего рода я не думаю, что это серьезная попытка руководить руководителей обсуждать вопросы, которые на самом деле не являются такими сложными. Почему наши оппоненты решили не продвигать эту работу дальше? У них достаточно много ресурсов. Они возможно как им удается проводить это же обсуждение в отношении снижения вреда табака во всех странах одновременно? Или это происходит случайно? Конечно же, это происходит со стороны организации лиц, которые достаточно имеют ресурсов и достаточно организованы. на сессии, о которой мы прослушали в отношении запретов. Для меня есть лица, которые участвуют в рассмотрении изучения этого вопроса. Большинство людей, которые исследуют этот вопрос в течение десятилетий в отношении табакокурения. Они составляют большинство, а это меньшинство они пытаются снижить вред от курения. И это, конечно же, касается профилактики ВИЧ-инфекции и моделей, которые мы видим и разные кампании и предложения и идеи, которые касаются снижения вреда. имеют ли это отношение к наркотикам. То есть, было в отношении каннабиса. То есть, они заявляли о том, что каннабис является своего рода началом или фундаментом для начала употребления героина. И они вот этот вопрос и спор поддерживали на протяжении многих лет, и они таким образом внедрили регулирование в отношении каннабиса. снижения вреда. И как раз мы начали заниматься вопросами снижения вреда, и мы опять видим ту же полемику, где говорится о том, что снижение вреда может привести к распространению курения. даже помимо этого, даже выходя за пределы наркотиков, мы можем увидеть элементы, с которыми сталкиваемся, они вовсе не являются уникальными для этого вопроса продвижения вебинга. И в июле 2022 года Ричард Тилл, который является руководителем МС-6 разведывательного подразделения Великобритании, он пробыл три дня в Вашингтоне, где встречался с Джорджем Теннентом из ЦРУ и кратко был проинформирован о изменениях, событиях, которые происходят в отношении вторжения в Ирак в марте 2023 года, что произошло. И это было известно среди официальных кругов, руководители МС-6 называют вообще одно букво С, и в июле 2022 года он шел по улице Даулинг Стрит, и там располагается и Министерство иностранных дел, офис премьер-министра, то есть все высокопоставленные министры присутствовали на одной встрече, и у нас есть запись того, что обсуждалось на том заседании Кабинета министров июля июля 2023 года благодаря одному из министров, который в отместку опубликовал вот запись и расшифровку обсуждений на заседании. И вот там было одно примечательное предложение, что на земле может иметь общего между Ираком и этим вопросом. И один из вопросов, которым был проинформирован Кабинет, что происходит в стране Ирака, и он сказал, и вот это слова из этого протокола, но разведка и факты основываются на политике, то есть и мы сталкиваемся с точно таким же вопросом и здесь. По крайней мере, со стороны наших оппонентов разведка или аналитическая работа и факты все зависят от политики, поэтому наши оппоненты и будут так действовать, и мы должны будем учить это. Спасибо большое. Спасибо большое, Алекса. Я думаю, что, конечно, многое что происходит вокруг нас, и прежде чем мы передадим слово нашей аудитории, я хотел бы узнать, вы работаете над вопросами, связанными с наркотиками, вызывающими привыканиями, и вот, например, наркотики как бы уже в обращении более 30 лет, можно ли как-то ускорить этот процесс рассмотрения решения этого вопроса? Ну, мы все еще должны изучить много уроков, и один из уроков, который еще предстоит изучить, должны ли мы не спешить, то есть задерживаться, но вот эти задержки могут принести больше вред людям, с точки зрения снижением вреда, и все еще вот у нас пока эта идеология превалирует, она никуда не ушла, в моей стране очень много людей, я их называю харуны в отношении метадона, то есть урок, что выбрать из двух зол, что меньше, и соответственно, вот уже годы ведется работа в области адвокации для решения этого вопроса, и правительство как бы присоединилось к программе снижения вреда, в Ирландии у нас есть такие центры в Австралии, во многих других странах мира, тоже движется в этом направлении, то есть снижение вреда принято, воспринято, но я думаю, что самый главный посыл, что если мы будем задерживать этот процесс, все дальше будет больше святей, и, например, если мы сравним даже статистику после того, как появились электронные сигареты, вы увидите, что статистика все-таки улучшилась, меньше людей умирает, и это даже как бы дает больше удовольствия, но все равно мы видим, что угрозы все равно стоят на нашем пути, и вот такой вопрос из-за вкусов, надо ли запрещать, не запрещать эти сигареты, и вот индустрия вейпинга от этого страдает, и мы должны противостоять этому, необходимо собирать хорошие исследования, необходимо представлять все эти факты, которые мы знаем, что они правдивые факты, и, конечно, очень, так сказать, подмывает нас, чтобы реагировали незамедлительно, но лучше иметь сильные факты, и, конечно, у меня вот есть одна часть, которая хочет действовать быстро, дать кому-то пинка, но другая часть меня говорит о том, что надо иметь разумный подход, и очень легко как бы сорваться, но вы не можете очень много сказать им, и они себя выставят в свете идиота, так сказать, но, к сожалению, вот как Алекс сказал, что именно законодательство представляет собой проблему для того, чтобы люди повернули голову в нужном направлении, если говорить о блекеронных сигаретах, я встречаюсь с официальными лицами, но это все как-то неофициально секретно, это тоже неверно, и в Ирландии, например, если у вас что-то там возникает, какой-то вопрос, вы можете поднять руку, позвонить какому-то политическому органу, представителю, и они будут рассматривать вопрос, то есть здесь точно так же должно быть. но я постараюсь как бы донести до вас посыл с надеждой, если мы отложим этот вопрос на какой-то момент, и мы думаем, что вот пересмотр вопросов политики по многим областям, включая наркотиков, за последние 30-40 лет, показывает, что хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, но несомненно этот процесс идет, это происходит, и мы посмотрим на область снижения вреда в Великобритании при Маргарет Тэтчер, это, наверное, была одна из первых стран в мире, которая внедрила программы по обмену шприцов и игл из всех более 200 с лишним стран, и сейчас это количество стран медленно растет. То же самое программа по методону и преморфину, то есть меньшее количество стран имеют такие фармацевтические программы, но мы видим, что это число стран хоть медленно, но увеличивается, и если вы подумаете, что происходило в 80-х, 90-х годах, это было просто уму непостижимо, чтобы такие программы происходили, осуществлялись, и поэтому тоже надо сказать, что просто изумительно, что происходит. В 2001 году Нидерланды стали первой страной, которую разрешили однополые браки. Я уже первая южноафриканская страна в Африке, Тайланд, Тайвань, были страной в Азии, которые показывают, что этот эндзит идет не только в Европе и в Америке. Но, конечно, темпы достаточно низкие по сравнению с тем, что мы хотели. А в чем заключаются ингредиенты для успеха? Однозначно, как я, вот эксперты собираются вместе, и это очень важно, но само по себе этого недостаточно. Очень важна адвокация со стороны самих подстребителей, и это тоже представляет собой проблему, потому что то, что сейчас делается, недостаточно. Если мы продемонстрируем, что мы можем работать вместе, то люди с разным образованием, с разных уровней, с разных стран могут осуществить это изменение, как мы, которые встречаемся раз в году. и я думаю, что скоро отпадет то понимание, что принцип предосторожности это не чепуха. И мы стараемся встречаться лицом к лицу с политиками разного цвета, разного уровня, рассказывать об опыте своем. И это очень важно, чтобы люди, которые пережили этот опыт, могли рассказать вот таким людям, что с ними произошло, и тогда они это воспримут. Спасибо большое. Я хотела бы сейчас предоставить возможность нашей аудитории задать вопросы. Ариэль. Спасибо большое за прекрасную презентацию. Меня зовут Тихи Пан. В течение 13 лет я был директором по вопросам исследования политики в ВОЗе в Женеве. И вот хотел бы ответить на последний комментарий Гарета. Конечно, при этом я не хотел бы звучать нелояльным в отношении моего работодателя. Я сам лично очень разочарован той позицией, которую приняла ВОЗ в отношении снижения вреда. Я сам из Индонезии могу сказать, что многие страны с низким уровнем дохода смотрят на ВОЗ, чтобы они дали им свои руководства, руководящие принципы. И, соответственно, они хотели бы объективно оценивать доказательства и самостоятельно принимать решения в области политики. И в некоторых презентациях я ссылаюсь на Роберта Сусмана, где говорится, что во многих странах с низким уровнем доходов смотрят на ВОЗ, как католики смотрели на Папу Ватикане. И вот это меня очень беспокоит, что в моей стране мне в Индонезии говорят, да, мы имеем свидетельства, доказательства на руках, но ВОЗ говорит то-то, то-то, и мы должны следовать им. И вопрос, почему так происходит? И проработав много лет ВОЗ, я первое, что мне приходит на ум, скажу, что на самом деле ВОЗ как бы породила все ТСИ, то есть запреты курения, поэтому, и табака, поэтому они оберегают его, как ребенка. и в ТИФА проводится очень много мероприятий связанных с товаром, которые спонсированы теми людьми, которые показывал Гарретт, и которые начинаются с первой буквы Б. И вот это в отношении стоящих финансирования. Я начинаю думать, а как можно это изменить? И могу сказать вам, что единственное, что вот человек, которого показали на предпроследнем славе, единственное, что сделает его как бы заметным, что если сами страны изменят свое отношение, такие страны, как Великобритания, Новой Зеландия, прогрессивные страны, может быть, даже Япония, и многие небольшие страны, если они коллективно обратятся на саммите в ВОЗ и скажут к генеральному директору, что мы хотим более открытые, более объективные обсуждения по этому вопросу, это вот единственное, что сделает изменения. И в этом реальность заключается. А ВОЗ это политическая организация, которая контролируется только членами и странами-членами. И если быть реалистично, последнее заседание коммунистической конференции КОП Панама мы видели, что некоторые страны уже объединяются, чтобы сделать это изменение. Я согласна с тем, что сказал Алекс, что все мы должны объединиться и работать с разных сторон, влияя на ВОЗ, чтобы это случилось. Спасибо большое. у меня еще есть Ариэл, который поднимал руку и Клиф, Клайв. Хотите, может быть, ответить на это? Нет, давайте, наверное, заслушаем. Ариэл Сэлли, консультанты для Джул. И коллега тоже присоединяется к этому вопросу. Я думаю, что пандемия ковида, она дает возможность провести много параллелей с этим. Например, принцип предосторожности. Я думаю, что многие люди согласятся с этим, что нет смысла ничего делать и ждать. А когда же вакцина разработают, подождем до этого времени. Поэтому вот происходят такие расхождения между возрастными группами, на каких группах фокусироваться, но это разные вопросы. И в отношении пандемии получается, что молодые люди должны были жертвовать собой, ходить в школу, даже по магазинам, по сравнению с престарелыми людьми, которые, может быть, находились бы более серьезные ситуации. Две мысли хотела сказать по этим принципам. Я просто предлагаю, как можно это использовать в этом области. То есть, очень важно помнить, откуда они произошли, эти принципы. это было связано с каким-то риском определенным. То есть, это когда, например, ужасны какие-то последствия, например, если какой-то патоген в систему идет, или какие-то виды определенные очень опасные, или когда, например, какие-то химические вещества очень опасны в окружающей среде. характеристики этого риска, это как раз они больше системный характер носят. То есть, когда джин выпускаешь из бутылки, это первое. И риск связан с вейпом, но он вообще с этим никак не связан. То есть, это такое отдельно, можно остановить это в любой момент. То есть, он не существует сам такой по себе. Второе, принцип предосторожности, когда используется европейская строительство, то есть, симметричный какой-то смысл. То есть, здесь нужно оценить стоимость действий и недействие, и отсутствие действий. Это дает определенную такую рутину, то есть, это третье, что я думаю, как мы должны относиться, и как мы должны к этому подходить. Когда, например, мы говорим, мы хотим запретить, например, какие-то вкусовые, ароматические добавки, и вопрос, как мы должны это все операционализировать. То есть, сказать, принцип предосторожности заключается в том, что, если я не прав, что если я ошибаюсь, у меня неправильное понимание того, может быть, совершенно все по-другому происходит, то есть, учитывая все разные возможности. Люди, которые хотят запретить что-то, то есть, они, потому что не знают какое-то неизвестное воздействие вейпинга в продолжительности определенной жизни, то есть, мы знаем, что да, может быть, это что-то и произойдет, но можем подключить, если мы будем знать, например, какие вредные вещества есть здесь, если люди могут прекратить отдельно. Что если люди, которые, например, в отношении того, которых хотят запретить какие-то вещи, что если я не прав? Что это означает? То есть, больше людей будут курить, и они будут, конечно, страдать, убирать от этого, и они будут испытывать этот порядок. Опять же, использование принципа предосторожности, когда задаешь вопрос, что если люди не прав, то есть, это дает какую-то возможность симметрично оценить, правильно ли действуешь или нет. Это просто некоторые размышления, которые хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу. Еще вопросы? Я отвечаю за инновации. Я начал работать в этой отрасли не так давно, и комментарии, я вижу, которые достаточно шокирующие вещи, то есть, и вот я вижу, что происходит в области снижения вреда, то есть, те вещи, которые мы не можем контролировать, очень много исследований и науки. Но вопрос, который хотел задать я, ВООЗ занимает такую позицию в отношении снижения вреда, что снижение вреда расширяет население и постарается избежать вреда для населения. Как вы считаете, что я отвечу на ваш вопрос, потому что это последний. Я думаю, что снижение вреда как раз очень полезная вещь, то есть, лекарства, которые мы принимаем каждый день, это снижает, направлено на снижение вреда, чем больше мы можем снижать вреда, то есть, это полезно. Потому что мы используем медикаментозное лечение много-много лет, то есть, оно не идеально, но оно снижает вред, то есть, называется снижение вреда тоже. Не полностью устранение вреда, это просто снижение. Полностью устранить вред, это невозможно, поэтому это как бы игра сама по себе, как бы конечная цель. Да, но в этом случае мы говорим о существенном снижении вреда, то есть, здесь вред огромный и очень замечательный вот то, что было сказано про воз. А вы еще также остались у вас какие-то мосты, то есть, контакты с возом? Хорошо, что же хорошо, я думаю, что потому что замечательная идея, я думаю, которую вы высказали, я думаю, что нам нужно налаживать мосты, нам нужно задавать каверзные вопросы, потому что мы говорим о принципе, предав осторожности, и бремя доказательств должно лежать на них, потому что они же блокируют все эти движения. С разочарованием, что я должен сказать, мы пришли вот к такому пониманию, что мы дошли до того пункта, пункта дебата, когда факты уже не имеют значения, то есть, если бы факты имели значение, у нас было бы достаточно фактов с опыта Швеции, если взять, или, например, сравнить опыт Новой Зеландии или Австралии. Швеция 200 лет, они, скажем, у них опыт СНУЗ используют, и за это время было достаточно исследований, которые показывали вредные воздействия СНУЗа минимальные, или вообще нету такого. Если сравнить Австралию и Новой Зеландию, то есть, тоже очень многое показывает, намного открывают глаза, то есть, если бы факты имели бы значение, тогда не надо было больше, чем эти три страны. Австралия и Новой Зеландия, у них политика одинаковая, примерно уже десятилетия в области табака, и результаты примерно одинаковые, ну, уровень, например, распространенности Курея, может, чуть ниже в Австралии, в Новой Зеландии. И в 80-е годы политические партии собрались и решили, что нужно менять политику. Это изменилось в последние, там, 6-12 месяцев. Здесь также надо сказать, что уровень распространенности Курея сейчас повысился в Новой Зеландии, а сейчас в два раза быстрее растет по сравнению с Австралией за тот же самый период. Хотя в Австралии более такая жесткая политика, ограничительная. Это первое. А второе, Новой Зеландия пока не имеет опыта черного рынка, вейпинга, а в Австралии он достаточно процветает хорошо, то есть он становится достаточно таким жестким и все больше и больше это происходит. Я здесь тоже хочу прокомментировать вейпинг среди молодежи, то есть распространенность снижается, по всей видимости, в Новой Зеландии, хотя нет точной уверенности в этом отношении. А в Австралии я не знаю, как. Если бы факты имели значение, то есть мы бы смогли добиться больше, ну что неправильно? И вот этот вопрос, который, что если я не прав, о чем сказал Квайф. То есть он всегда должен стоять, мы всегда должны задуматься. И его, ну я думаю, что больше это применимо к нашим оппонентам, нежели к нам. Я, пожалуй, тоже соглашусь, вот по поводу принципа предосторожности, нужно пересмотреть его, где его нужно применять. Первое, что я думаю, первая как бы строчка этого принципа, нам необходимо на ранних этапах определить, может ли в этот принцип предосторожности больше вреда, если мы быстро-быстро это делаем. Ну, например, с электронным сигаретам мы так сделали, мы определили, например, что они менее вредные, чем просто курение обычной сигаретной. Я думаю, Алекс, который уже об этом в принципе предосторожности даже четко обозначил, что это такое, есть разные вариации. Но я не думаю, это всегда применимо здесь. Конечно, нужно оценивать электронные сигареты и отрицательные воздействия, но здесь надо помнить, мы найдем то, что найдем. То есть нет горения, это пар, какие-то вещества в гораздо меньших объемах там поступают по сравнению с сигаретами. То есть мы знаем то, что нам надо знать по вреду электронных сигарет, если бы, конечно, мы в абсолютных значениях говорили, тогда здесь нужно сказать, мало что мы можем связаться с нашей стороны, мы всегда в абсолютных категориях всегда выражаемся. И все против только электронных сигаретов. измеряем. И они сравниваются не с теми категориями, например, они сравниваются с табаком и с курением. И это такая достаточно низкая панка, на мой взгляд. Нам нужно этот вред сам по себе оценивать. Вы знаете, достаточно они говорят достаточно умные люди, вроде бы, и мне просто даже нечего сказать в этом случае. То есть послушайте, да, это же вранье, да, как и это говорится открыто. Вы знаете, очень удивительные вещи даже в Швеции, когда у нас там меньше 5% курента. То есть меня что удивляет, в Швеции представители общественного здравоохранения, они отрицают СНУС, они не хотят они не сознательно, что как бы это по мозговой стране курить, очень мало курильщиков иметь. И тем не менее, они относятся к этому, то есть рассматривают это с точки зрения налогообложения, то есть они финансовые какие-то стимулы. Я думаю, что люди, которые со Швеции, они как бы лучше могут сказать. Ну, страна добилась с помощью этого, то, чего добилась. То есть уровень распространенности курения очень низкий. И хотя сказать, вот это с ковидом, да, тоже было очень интересно, то, чтобы как с ковидом вот это все было, то есть принцип предосторожности, который там был, очень многие люди, к сожалению, которые с экономической точки зрения просто очень пострадали. Ну, я могу сказать, да, ковид, это как бы новое явление, мы всегда были очень осторожны к тому, как мы подходили. Ну, и самая такая очевидная вещь, это вакцина, да, с ковидом, то есть вакцины через 12 месяцев, как бы, то есть там, я не скажу, что прямо эти позиции, принцип предосторожности соблюдался очень вакцин, то есть, ну, может быть, это правильно, потому что вирус, может быть, убил бы очень много людей, особенно уязвимый, то есть нужна была вакцина очень быстро. Это все удивительно, да, после 20 лет электронных сигарет, как мы еще, как бы, все время спорим, какой вред от электронных сигарет, а вакцина? Ну, я не антипрививочник, если честно, я за вакцинацию, то есть, ну, интересно, что политики очень быстро могут какие-то вещи принимать, когда им нужно, и игнорируют определенные принципы, когда, и вообще не игнорируют эти принципы предосторожности в некоторых случаях. Клайв, хотел тоже ответить, Я полагаю, что очень важно понимать принцип предосторожности, то есть, это симметричное явление, то есть, когда смотришь на последствия действий и непринятие действий, то есть, и причина, почему они к вакцине, например, принцип предосторожности, такой, потому что, с одной стороны, им нужно было оценить неясность, если новая вакцина, когда они оценили, то есть, были какие-то неопределяемости, да, но они были не такие большие. С другой стороны, они оценили последствия, если вакцина не будет на рынке использоваться, и если эти патогены будут распространяться, то есть, эти риски просто ужасны, то есть, это как бы не просто борьба с инновациями, здесь также надо учатывать все эти последствия, если инновации-то не будут эти применяться, с инновацией, и если вы сравниваете сигареты с продуктами, с низким риском, то есть, вы же, есть какая-то неопределенность здесь тоже, ну, может быть, может, что-то в долгосрочном будущем, какие-то будут через 60 лет, но если вы будете действовать сейчас на основе вот этой неопределенности, которые, здесь нужно сказать, какие будут последствия, будут оценить, если вы это сделаете, и куда эпидемия курения продвинется. И вот этот вопрос, нужно ли сравнивать, если будет человек дышать свежим воздухом или сигаретным дымом, то есть, это уже сводится к тому, что вы думаете, какой спрос на никотин, то есть, если вы считаете спрос на никотин, а как других каких-то наркотиков для отдыха, то есть, он так же, как алкоголь, как кофеин, как конопиноз, как многие другие вещества, то тогда вопрос, какие разные способы использования никотина и какой риск с этим связан, потому что мы не говорим о явлении использования никотина, исчезает, и все как бы, люди переходят полностью на здоровый образ жизни и ничего не используют, то есть, здесь, и просто свежий воздух вдыхают. Если бы это можно было, тогда, может быть, это приемлемо. То есть, что приемлемо? То есть, это постоянный спрос на никотин, потому что он дает людям как бы чувствоваться лучше, лучше функционировать, и какие причины связаны со спросом, то есть, сравните уже разные способы использования никотина в этом случае. спасибо, Клайв. Еще какие-то вопросы в аудитории, со стороны аудитории есть? Я вот вижу кто-то сзади. Меня зовут Сузман, я с Мексики. я участвовал на параллельной сессии, и то, что меня разочаровало, это реакция британской делегации. Они не упоминали слово снижение вреда. Я не помню, что было сказано со стороны делегации Новой Зеландии. Это государственная политика в этих странах по снижению вреда, и они должны были это все проговорить и как-то озвучить. Они оказали давление на свое правительство, это делегации Новой Зеландии. Новой Зеландии и Великобритании. Нам нужны страны, которые говорят, что нет. И это создает, конечно, каскадный эффект. Как только страны, 3-4 страны начнут говорить нет, это будет создавать кризис. Мы должны стремиться к единству. Конечно же, единство может запустить процесс должным образом. Я думаю, об этом мы должны помнить. Спасибо большое. Есть комментарии, вопросы. 20-30 лет назад я очень активно участвовал в международных усилиях по ускорению снижения вреда в отношении ВИЧ-спида Куала-Лумпур, международная делегация Куала-Лумпур. Я просто использую Куала-Лумпур в качестве примера. Официальные лица Малайзии говорят, почему мы должны это делать, если Сингапур и Малайзия этого не делают. И, конечно, нет сомнений, что в странах они очень тщательно изучают, что происходит в соседних странах. Конечно же, мы, как частные лица, мы не должны удивляться этому. Это создает, конечно, эффект, каскадные примеры. Если когда мы изучаем вопрос качества, когда они ввели стандарты качества Новой Зеландии, а потом другие страны начали это все внедрять. И также касается регулирования в отношении каннабиса. Это началось в 2013 году. И в 2018 году была еще одна волна. И потом в Западной Европе. То есть работа на национальном уровне, принятие законов. Это может распространиться на уровень всего государства или на уровень регионов. Особенно в тех странах, где есть федеральная структура, это Соединенные Штаты, это ФРГ. Это проигрывается по-другому, чем более унитарных государствах, таких как Китай. в федеральном правительстве принятие законов начинается на муниципальном уровне, а потом это доходит до регионального, областного уровня, потом доходит до республиканского или центрального уровня. Мы всегда не ожидали что-то происходит само по себе. Например, Китай есть национальное сотрудничество или кооперация в Китае. Китай является сторонником снижения вреда от табака. У них есть самое большое собрание патентов по снижению вреда от табака. Возможно, это стоит миллиарды долларов. Конечно же, это было бы невозможно без поддержки, без одобрения, сотрудницы с правительством Китая. То есть, единственное, у них сейчас проходят дебаты, как можно переключить переключиться от принципов предосторожности в сторону научно обоснованных подходов снижения вреда. Например, по вопросу изменения климата. На тот момент они придерживались другой позиции, потом они поменяли свою позицию. то есть, я думаю, когда мы говорим про принципы предосторожности и также оценку вреда, оценку риска, мы взвешиваем политические, экономические и другие факторы. В Китае это может произойти очень быстро, потому что правительство контролирует цепочку поставок и это может очень быстро произойти в условиях Китая. Пожалуйста, вам слово. Я просто хотел добавить к тому, что сказал Роберто и Сара. Вы продолжили эту полемику. кто влияет на снижение вреда от табака. Девушка из Швеции говорила о самом хорошем, хорошей истории успеха в отношении снижения вреда от табака в Швеции. То есть, вы говорите, что представители общественного здравоохранения и специалисты не любят поднимать эту тему для того, чтобы эта работа сдвинула с мертвой точки, нам нужно поднимать этот вопрос, эти проблемы перед ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Мы говорили о том, что нам нужно привлекать в эту работу сторонников этой идеи, которые могли бы эту работу вести на повседневной основе. Бенфиба из Швеции. Спасибо большое. Я сам из Швеции. Я в отношении того, что было сказано Сара в отношении из Швеции. У нас есть правительство, у нас есть большинство в парламенте, которые поддерживают СНЮС и никотиновые паучи. Также и есть департамент по социальным вопросам и департамент здравоохранения, где большинство не являются сторонниками никотина. Год назад было проведено расследование сравнение относительных рисков между различными никотиновыми продуктами. Что мы в результате получили? Ничего. Я думаю, что одна вещь, с которой сложно иметь дело, когда ненужный человек с какими-то узкими взглядами, как доктор Де Дорос. Если такой неправильный человек сидит в ненужном месте, то, конечно, у нас будут проблемы. Есть страны с успешным опытом. Они должны сообщать эту информацию, распространять эту информацию и озвучивать ее. Пожалуйста, вам. Спасибо. Я из Китая. Когда мы говорим про Китай, я услышала один комментарий, если мы требуем научные исследования по табачной продукции. Я не могу сказать, что Китай занимает позицию против снижения вреда от табака. В Китае они продвигают снижение вреда от табака уже в течение многих лет за последние десятилетия. Если мы посмотрим табачные монополии, они проводят очень много исследований и аналитических каких-то работ. это очень хорошо, что они опираются на научные данные, научные факты. Сесилия из Швеции. Спасибо. Я не думаю, что это проблема только в этой сфере и внутри политической системы. Мы взаимодействуем каждые четыре, каждые два года с политиками принимают свои повестки, свои программы. Когда что-то нужно сделать, мы все заинтересованные стороны участвуют в этом. И возможно, они принимают какое-то решение, которое приводит к нежелательным последствиям. Это можно сравнить электрокары, электромашины с обычным двигателем сгорания. Но вы можете представить, что произойдет с этими людьми, которые потеряют работу из-за замены сгораемого двигателя. И конечно, это в парламенте нужно было принять решение на самом высоком уровне. Очень много принятий, решений было принято, которые приводят к каким-то нежелательным последствиям. Электронные сигареты почти что запретили у нас. И как вы можете представить, можете ли представить, что те, которые хотели бросить курить, как они могли бы справиться с этой ситуацией, если бы электронные сигареты были бы запрещены. мы почти подошли к закрытию нашей этой сессии. Гарит и Алекс, у вас есть какие-нибудь заключительные комментарии? Мой финальный завершающий комментарий это нет принципам предосторожности, а мой завершающий комментарий что мы должны всегда не терять надежду. Мы видим, какая ситуация во всем мире. Некоторые вещи происходят только благодаря усилиям множества людей. Мы должны продолжать эту работу. Мы должны продолжать работать единым фронтом сообща. мы должны продвигать адвокацию при помощи пользователей и, конечно, привлекать потребителей к нашим обсуждениям, нашим дебатам. Спасибо большое за выступление, за вопросы, за ответы. На этом мы завершаем эту сессию. Увидимся с вами после перерыва. КОНЕЦ КОНЕЦ